Почти 20 лет назад, накануне наступления 2000 года, вышла моя статья. Она называлась «Россия на рубеже тысячелетий». Сделан в ней анализ тогда, анализ состояния мира, перспектив развития, как мне кажется, в целом соответствовал реальности. Россия действительно пережила в 90-е годы XX века один из самых трудных периодов своей истории. Наряду с острейшими внутриполитическими, экономическими, социальными кризисами мы ещё и подверглись агрессии со стороны международного терроризма. Россия подошла к очень опасной тогда черте, за которой могло произойти самое худшее для любого народа, для любой нации и страны – развал и распад государства. Я осознал свой путь, неотвратимо ясный, прямой, как солнца луч, мучительно прекрасный, лишь истине подвластный, благословенный путь. Как прекрасна русская земля! Как много в ней живёт удивительных людей! И все мы – дети земли русской, призванные в быстротечной нашей жизни послужить Создателю, Отечеству, ближним своим. Кому-то на земле промыслом Божиим отводится особая роль, определяющая ход исторических событий. Я хочу рассказать вам об одном из таких людей. В эти дни на улицах Москвы был фашизм. Шла операция войсковая, военная операция в условиях города. 3 октября народные массы прорвались к Белому дому, и противостояние достигло апоги. Пьяный Ельцин, что ему там уже там? Он отдал приказ всех к капусту, как мне потом сказали. Когда парламент стали расстреливать из танков, была уготовлена для нас вот эта гибель. Первые слова Ельцина были следующие, это один к одному. Советы решили взять реванш. Вы будете выполнять приказ? Вот эти артиллерийские выстрелы с танковых пушек спускались все ниже. Снаряды летели параллельно моей мокрой. Конечно, изрешечено было все. Какая-то пауза, потом опять начинают громить. Когда начался расстрел Верховного Совета, уже понятно было, что спастись уже невозможно. Ждать помощи было неоткуда. С вами будет говорить подполковник группы «Альфа». Мне задан был вопрос, какие гарантии? Я сказал, слово офицера. И как-то у меня появилось к нему доверие еще. Какая-то третья сила там действительно реально существовала. В том числе она провоцировала вот эти столкновения. Ну, снайпер-то стрелял со стороны американского посольства. И возникает вопрос, а кто же убил офицера «Альфы»? Если бы не бойцы «Альфы», то началась бы реальная гражданская война. История могла пойти по совершенно другому сценарию. Группа «Альфа» и подразделение «Вымпел» не дали развалить страну. Мы точно не знаем, что произошло 25 лет назад. Мы только сейчас какими-то фрагментами начинаем узнавать кусочки правды. И они складываются в общую мозаику. Сейчас, по прошествии времени, пазлы сложились. Я понимаю теперь весь механизм реализации политического замысла на тот период времени. Практически на России отрабатывалась оранжевая революция. Много вопросов по тем годам, но вот я через 25 лет очень рад встретить человека, которому мы все обязаны жизнью. История, Ильич, Ильич, это ты, говоришь, мы ответим. С вами будет говорить подползовник группы «Альфа». Минуло четверть века со дня расстрела первого российского парламента. 4 октября 1993 года. Как бы не замалчивали события кровавого октября, не пытались сделать вид, будто тогда ничего особенного не произошло, как бы не пытались уйти от необходимости внятной, правдивой оценки произошедшего, от реабилитации участников неправедно расстрелянного парламента и подлинной роли новоявленных российских иуд, приговоривших Святую Русь к распятию, время и история все расставят по своим местам. «Тайное» станет явным. Москва живет своей обычной жизнью. Москвичи и гости столицы спешат по своим делам, прогуливаются, заходят в магазины, рестораны, кто спешит на футбол, кто на свидание, кто домой. Все такие разные, радостные и озабоченные проблемами, неторопливые и суетливые. Имя этого ничем не выделяющегося в толпе человека – Владимир. Окружающие не подозревают, что их нынешняя мирная жизнь в Москве, да, пожалуй, и во всей России, во многом обязана именно этому человеку, предотвратившему запланированную в том уже далеком 1993 году гражданскую войну. Вообще, надо сказать, что это было время раздрая такого. Ну, сложное было время, сложное. То есть только вот, только постсоветский, Советский Союз закончился, перепутье реальное. Счастья, 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 С Совета Хасбулатов приглашает к себе в кабинет и спрашивает, что вы думаете по поводу того, что произошло? А как раз зачитали указ Ельцина, вот этот 1400, о поэтапной так называемой реформе, то есть о ликвидации Советов и прочее, прочее. ...прерывается осуществление законодательной, распорядительной и контрольной функции Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. О том, что в Москве по приказу Ельцина обнесены колючей проволокой Белый дом и находящиеся в нем избранники народа, я узнал в блокадной Югославии, где проходил второй международный кинофорум «Золотой Витязь». Вернувшись в Москву 2 октября, я попытался проехать к зданию парламента, но он был со всех сторон блокирован силовиками. Утром 3 октября я вновь поехал в сторону Белого дома. На улицах творилось несусветное. Баррикады, хаос, толпа распаленных людей, готовых штурмовать правоохранителей. Гражданская война. Эти слова казались мне такими далекими, навсегда канувшими в небытие. Даже братоубийственная бойня, на моих глазах разметавшая Югославию на мелкие самостийные кусочки, казалось мне чем-то и реальным, невозможным для моей страны. И вот гражданская война стала реальностью для России, внезапно проявив свой звериный оскал на улицах Москвы. Я только вернулся из командировки со своим подразделением в Абхазию, и у меня очень свежи были впечатления от увиденного, от гражданской войны, как брат убивает брата, там Абхазы и Грузины вырезали там семьями. Я был молодым офицером, и на меня это произвело неизгладимое впечатление. Я в одиночку ходила и разговаривала с эйдаками. Я обошла вот эти вот все оцепления, увидела неземной красоты парня. Ну, парень, может быть, ему лет 30, может, больше, мужчину. И к нему подошла, и начала с ним разговаривать, что произошло, какой государственный переворот, убивают Россию, все наши богатства будут принадлежать США, вы должны сегодня сделать правильный выбор. Он сказал, нет, я выполняю приказ, он мне сказал. А я ему говорю, ну, это же преступный приказ, это же приказ против России, против народа. Он сказал, а я его выполнил, он мне сказал. И самое страшное, я говорю, а если вам дадут приказ расстрелять вашу маму, это самое святое, вы выполните? Он сказал, да, я выполню, если мне дадут такой приказ. Может быть, он мне это назло говорил. Он военный? Военный, да, он руководитель был этих, я же с руководителями разговаривала. И я отвернулась, пошла, мне казалось, что у меня земля из-под ног уходит от этих слов. Эти слова у меня звенели в ушах много лет. Рука! Я успел пробежаться по подразделениям десантников и внутренних войск у этого Белого дома, и нигде я не увидел уверенности и желания. Все были в раздумье, все были в раздрае, получали самые разноречивые команды. Не было организовано никакого взаимодействия. Генералы выжидали, чья возьмет, оберегая, собственно, роскошные зады и палеты. Впрочем, все, как всегда, оно бывало в истории. Рассказывай, рассказывай. Что вы рассказываете? Ну, как ты приехал, и что потом было? Я приехал. В семь часов где-то раздался первый выстрел с БМК. После этого ворвались солдаты. Я хотел сделать, чтобы закончить мирный диалог. Сам по себе, без приказа? Сам по себе, без приказа. Командование с одной и с другой стороны покрывало друг друга поораться и мотиками. Вернее, в основном, командование с стороны предуположной, которая была против Белого дома. Никто на мирные переговоры не шел. Потом пришлось мне самому докричаться, попросить их, чтобы ни тот, ни другой не открывал огонь, и вывезти раненых с 24-го подъезда. На этот раз мне удалось подъехать к Белому дому. Силовики непонятно почему сняли оцепление. Я беспрепятственно вошел в здание парламента. Там царило невероятное возбуждение. Спускающийся по лестнице Сергей Бабурин сказал мне, «Останкино взято. Нужно ехать туда, выступить с обращением к народу». Поздно вечером 3 октября я выехал из Белого дома, чтобы проводить на ленинградский поезд духовника кинофорума «Золотой Витязь». Митрополита Ленинградского и Ладожского Иоанна. «Прощаясь с владыкой в купе, я спросил его, что передать от вас защитникам Белого дома. Я сейчас возвращаюсь туда». Владыка ответил. «Все, что можно было сказать, мы написали со святейшим патриархом в обращении церкви. Из компетентных источников я знаю, что будет кровь. Только вот какая кровь? Большая или малая?» По благословению святейшего патриарха Алексия, на переговоры с защитниками Белого дома был направлен архимандрит Феофан. Пожалуй, это было последнее заседание Съезда народных депутатов. Я тогда поднялся на трибуну. Я говорю, я не уйду. И не покину эту сцену, трибуну, пока не сформирует делегацию и не поедем вместе. Я могу от лица патриарха, от лица церкви сделать вам земной поклон и умоляю. Давайте мы решимся на этот шаг. Давайте мы начнем эти переговоры, не откладывая, прямо сейчас. Начался шум. И говорит, а кто даст гарантии, что сразу нас не арестуют прямо? Что делать? Я говорю, но святейший патриарх, направляя меня и митрополит Кирилл, уважаемый всеми иерархами, они дают гарантию. Я даю гарантию. Пойдем вместе тогда в тюрьму. Мы поехали, приехали с ними. Воронина назначили главой переговорной группы. Немногие знают, когда мы находили Свято-Данилово монастырь, я неоднократно руководителя делегации исполнительной структуры Филатова, приглашали к телефону. Рядом находились наши товарищи. Они не слышали, что говорил Ельцин, но, по крайней мере, слышали, что говорил Филатов, когда отвечает, так сказать, Ельцину, что сейчас, Борис Николаевич, мы покинем, сейчас мы покинем зал, так сказать, заседания, сейчас мы, Борис Николаевич, уйдем. То есть это было все запрограммировано. Более того, я вам скажу, что, если мы с вами посмотрим стенограмму переговору в Свято-Данилово монастыре, значит, вот, Филатов после очередного разговора с Ельцином вернулся и сказал, я чувствую, что мы не сумеем договориться, и наша делегация покидает, значит, зал переговоров. Ведь нам с Абдулатиповым удалось остановить их и сказать, что покинуть зал, ведь большого ума не надо, а все-таки надо найти возможность для разрешения, так сказать, этого конфликта. Но я еще повторяю, какие бы усилия мы не прикладывали, в сценарии был заложен силовой метод разгона Верховного Совета. В этот же день мне позвонил мой ленинградский друг, замечательный кинорежиссер, лауреат Золотого Витязя Александр Сидельников, с которым мы только что вместе были в Югославии. Он попросил помочь ему попасть в здание Белого дома. Да, отец поехал в Москву, не только не получив благословения духовника, но и, в общем, прямо его нарушив. Отец Николай Беляев, он его попросил, Саша, подожди, 4-го числа поедешь, после 4-го октября. Что-то должно случиться, не знаю что, сказал тогда батюшка, я тебя прошу, не выезжай. Но отец ответил, что конфликт настолько силен, что он не может не принять участие в поиске выхода из него. И он поехал формально для того, чтобы снять молебен в Елоховском соборе иконе Божьей Матери, которая предполагалась, что должна побудить стороны конфликта начать переговоры. Это тот случай, когда молебен ни к чему не привел. Видимо, маховик принятия решения уже был раскручен. Накануне нас разместили в Кремлевского дворца съездов. На полу группу, которая приехала подразделение, мы прибыли в Кремль, нас расположили в Кремлевском дворце, мы поселили бронежилеты. В 4 утра, в 4 утра, по-моему, это 14-й корпус в Кремле прошли в помещение командиры подразделений, командиры Вемпела, генерал Герасимов, Геннадий Николаевич Зайцев, наш командир, заместитель, в общем, один из, видимо, руководителей и идейных вдохновителей по силовому решению вопроса довел план. Соответственно, с этим планом нам было сказано в схеме, перед штурмом Белого дома по нему должен был нанесен ракетно-бомбовый удар авиации. Затем вертолетные подразделения из Нурсов должны были обработать то, что останется. Затем вступают в действие танки и БМП, боевые машины пехоты с помощью, так сказать, пушек и так далее. Они завершают. Нам нужно было зачистить все, что останется от нанесения и от него поражения. Вот примерно план такой. Если то, что я перечислил, применение на практике, то тогда, наверное, некуда было бы заходить, а были бы руины, я так полагаю. Но план жесткий был. Понимая всю, немного знакомо с военными науками, в частности, в том числе, я понимал, насколько это жестко, жестоко в центре Москвы такие вот такое мероприятие устраивать. Вот я бы сказал всем выводите детей, журналистов, уберите всех, пусть остаются только те, кто твердо решил здесь остаться. Потому что нам никаких сигналов не поступало. выходите, не выходите и прочее. Через некоторое время Коржаков завел Ельцина в зал. Тот сел. Я не помню детали, но первые слова Ельцина были следующие. Это один к одному. Советы решили взять реванш. Вы будете выполнять приказ? А план нам был доведен. Сказал Герасимов, командир вымвела, затем Геннадий Николаевич Зайцев. Они в общем-то в нейтральной форме дали понять, что план понятен, доведен, но не является суть вопроса агрессии против собственного народа. То есть пытались отговорить, не то, что отговорить, а чтобы Борис Николаевич не утверждал данное решение, потому что все понимали, что оно слишком кровавое. Но мы знали одно, что мы подразделение, которое служит народу и для народа. И кровь это самое страшное мерило, которое мы не должны были допустить. Вот через эту призму мы и в общем-то подразделение начало действовать. Это не бутафория, это настоящая. Ну ясно, негде даже размахнуть. Да, да. Так. Это когда награждали меня. А это подразделение, когда служишь, начальнику отдела вручалось таки. Это до событий или после? После. Это вот мой личный номер, который после училища дается это каска, в которой я последние годы, так сказать. А это что за надпись? Это мой позывной голос. Великая Отечественная война длилась четыре года. война война полковника Владимира Келихсаева длилась для него почти 20 лет. Два десятилетия боевых действий. Холода, грязи, крови, гибели товарищей по оружию, Чечня, Буденов, горячие точки Кавказа, десятки других спецопераций легендарной Альфы. И из каждой операции он мог не вернуться живым. Но Господь хранил Владимира. Мы с детства здесь как-то в партизан играли. Немцов. Это игра в войну. Немцов, партизан. Бегали в лес, старались найти хоть гильзу какую-то, хоть что-то еще, хоть каску какую-то, чтобы какой-то следы войны. Мы родились-то вот, 10 лет после войны все было пропитано. Вот на этом месте было озерцо, какое небольшое, утки тут купались. Раз, зяде львей. После что-то нужно было сено поворошить. Ворошили или Гриша, или Паша что-то копнул. Смотрим, ствольная коробка и ствол от винтовки. Сколько аретов тут пролежало? Здесь армия погибла. У нас, получается, видишь, родители наши, твой отец, мать и мой, они родные, брат, сестру, правильно? Это дети войны. Дети войны. Войну они были подростками. Матери было моей 10, она 31 года. 10 лет немцы пришли. Моему отцу только 7. 7 было, да. В то время, когда сами были детьми, как-то мы любили играть в войну, а вот почему-то расспрашивать, как там было на войне, просто еще детское сознание не доходило. Потом, когда подросли, стали интересоваться, ну, конечно, вот тогда нам рассказали, как было тяжело. Она рассказала, как они опухали с голода. Там только случайный вдруг их отца приехал и что-то там привез. Вот буквально на пике это все было. Бабушка молиться начала. Ну, все. Опухание с голода это первый признак. Наверное, уже все. У меня вот, мать, вот помню, фильм был про краснодонцев. Ну, этих, как это? Молодая гвардия. Только немецкая речь. Я сейчас помню вообще, у нее руки вот так затряслись и она заплакала. А этот самый, тетя Маруся тоже, они как с ума значит ходить. Ну, что такое? А потом она сказала, детский рефлекс, ничего справиться с собой не могу. Немецкая вещь и все. И тут такой страх вошел через кровь. А все реально. Ну, и все же с самого Одесса. Водители наши были святые люди. Я теперь, теперь я четко понимаю, когда она говорила и отец, и тоже, главное, в войне не было. Ха-ха, хихи. А сейчас... Ну, да, как бы не было войны. В случае там возраста, понимаешь, что это такое. Как они правы были. Задача властей бывает и сегодня ни для кого не секрет. Чтобы ни один человек оттуда не вышел живым. И чтобы похоронить историю 93-го года на веки. Кто-нибудь на правду узнает? Правда, она умрет вместе с ними? началась же бомбардировка, атака, ведь шел же обстрел. Расстрел, обстрел, так сказать, мой кабинет простреливался так, насквозь крупнокалиберными пулеметами вот с этих бронетранспортеров. Так, и с 4-х утра уже вот верхние этажи расстреливались, так, верхние этажи даже там было задымление, даже огонь. когда уже практически вывели танки на мост, интерполит Кирилл пытался дозвониться до Бориса Николаевича, чтобы ни в коем случае не применять вот силу. Уже практически на проводе был Борис Николаевич, а потом говорит, нет, не может сейчас говорить. И тогда митрополит Кирилл, наш сегодняшний святейший патриарх, буквально садится на машину, прорывается к мосту, но там в другом стреляет уже все, бесполезно. А вспомните, как захлеб СНН вело прямую передачу, когда расстрелили буквально просто с радостью на устах, наконец-то. Все, да? Это же было все на наших с вами глазах. крюфю, которое садится на мистер Йелцин сегодня в Москве с 11.00 к.м. садится на мистер. садится на мистер. садится на мистер. садится на мистер. Я заметил, что он разговаривал по мегафону и с обороняющимися, и те, кто стрелял в них. С ним ничего не происходило. Я сразу почему-то для себя отметил, что мы зайдем в Белый дом через него или с помощью его, как бы это ни было. Я для себя предупреждал, что это и есть мирный путь движения, потому что у человека уже был контакт. что-то спецнация пропускает. Вот-то на хрена. Ребята, стойте все. Стоять, ребята. Товарищи, стойте. Ваши полномочек в то уже есть. Группа. Не надо никого с населками. Ребята, группа Альпа. Пройдите ко мне, пожалуйста. Все назад в группа Альпа ко мне. Все назад в группа Альпа прошла. Я сказал всем назад Стоять все. Вы демократы или кто? Потом я узнал, что был тяжело ранен, а затем скончался Геннадий Сергеев. Наших товарищей, которые выносили раненого солдата, их обстреляли. Пуля попала в бок незащищенный бронежилетом нашему товарищу Гене Сергееву и нанесла смертельное ранение. Он не прожил долго. К сожалению, буквально в течение минуты он скончался уже на борту БМП. Пуля вошла в бок, сверху ниже. Все те же снайперы, все тоже сценарий. Да, да, да. Тоже сценарий. Нужна была провокация специального подразделения, то есть, в частности, группа А, чтобы мы провели максимальную жесткость или жестокость. А, в общем-то, кровь провелась, поэтому они понимают, что мы без ответа не можем оставить эту ситуацию. В книге Руслана Хасбулатова написано о том, что, получив известие об убитом Альфовце, начальник охраны Ельцина произнес «Ну, теперь Альфа пойдет». Но офицеры Альфы, видя, что выстрел был произведен не из парламента, вновь не пошли на кровопролитие. Вот те первые жертвы, которые были у Белого дома, не знаю, законно это, незаконно подтверждено это какими-то следственными действиями, но уверенность в том, что это была провокация, и стреляли именно со стен американского посольства для того, чтобы повязать кровью, обозлить офицеров и подтолкнуть их к этому решительному шагу, который бы, ну, повторяю, для нас бы был он трагический. Не для нас, для страны. Чем бы это закончилось, представить сейчас никто не может. Я не знаю, как-то все, наверное, рука Всевышнего вела меня. Мысль одна, крови не допустить. Кто со мной? Ну, понятно, все со мной. Представьте, пожалуйста, кто вы такой. Крупа. Группа. Один. Другой. Другой. Ваше звание. Подполковник. Я был в числе тех десяти бойцов Альфа и Вымпела, которые вместе с ним вышли добровольцами к Белому дому и видел от начала и до конца его поведение, как он себя вел, что он сделал. Вот он сейчас смеется и говорит, что, Мишка, а ты призывал... Я, на самом деле, я с точки зрения своей, лейтенантской, у меня в однок бурлило в крови, что не допустить гражданской войны, вот у меня внутри. Я был готов штурмовать. Я говорю честно и даже там где-то оно есть в записях кто-то заснял, где я говорю, что если они не сдадутся, Альфа и Вымпел возьмут здание штурма. Крупа. В нашем условии или они сдаются, или через час группа А и группа Вымпел берут здание штурма. Мы не хотим сейчас. Мы не хотим его вытащим раненого. А мы там любого одного. Я увидел корреспондента с кинокамеры. Я говорю, снимай, сейчас будет кино. Я взял кусок проволоки, проволока, колючая проволока. Индивидуальный пакет разорвали, сделали флаг, ну вот такой, из бинта. Кто-нибудь высуньтесь в окно. С вами будет говорить подполковник группы Альфа. Я сказал, идем. Пожалуйста, кто-нибудь один ответьте. Я говорю, все молчат. Опустите все оружие. Назад, назад, все назад. Назад, ребята, развеетесь, Назад, назад. Назад, ноу, ноу, один, 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 один. Я говорю, go back, go back, it's not your country, not your problem. It's, go back, it is our problem. Don't, anything in Russia is our problem. Don't provoke. I'm not, I'm asking him nicely. It's too dangerous. I'm not a provocator, pal. Спасибо большое. I'm not, don't provoke. Don't provoke. It's very serious. It's not a joke, it's not a game, it's not your job to get a dollar. Okay? So don't tell me it was not my job. Okay. I know the result of you are Vietnam. I know the result of you are Vietnam. Открыв лицо, пора начать борьбу. Где сил, отваги взять на трудную дорогу? Вступить за правду или остаться у порога? Но поздно думать. Уж шагну иду. Давайте я к вам пройду, поговорим с вами. Вам пройдет подполковник спецназа без оружия. Он лежит, а не без оружия. О чем думает наш герой? Возможно о том, что Господь соединил в нем кровь двух православных народов. Русская мать, отец осетин, потомок бесстрашных алланов. Уже шесть лет как ушел в мир иной отец, прожив восемьдесят три года. Как быстро бежит время. Вот и Владимира уже шестьдесят. Иногда думаешь, с тобой ли это было? Белый дом, Чечня, Буденновск. И что там еще впереди? Отец там жил? Отец там около святого места собирались. Здесь и отпевают, и радуются, и собирались. Бревна, взрослая, здесь пшеница была. А тара там последняя. Орех, который отец сажал, сейчас увидите. Ему уже восемьдесят лет этому ореху. Здравствуй, Отец. Отец его сажал мальчиком в будущее. Сюда мальчиком я приезжал. Бабушка, дедушка встречали нас. Все когда-то было. Пар位 Росе мальчиком там с razem. Гето! Здравствуйте! Рус-аут! Катерина, по-русски! Извини, дедушка! Поправить надо все. За Бога ставят одну ногу, а потом две за усыпшую. Я все помню, поэтому я сюда приезжаю. Когда служил, нельзя было приезжать. Когда мог приезжать, я приезжал. Вот пять лет назад я с женой здесь был. Вот это святое место, здесь праздники были. Вот здесь пшеница росла. Белое вино пили. А вот там барашка пошли. Я туда бегал за барашками. Помнишь, да? Да. В Советской области туда ходили 13 автобусов. Или из Ленингори. Из Схинвала. Из Гори автобуса. Из Тбилиси. Из Гори. Так что. Что хочешь было в советское время. Да. В Тбилиси ехал. В Ленингори. В Схинвале. В Гори. Я помню, с отцом чемодан груш. Отец идет с чемоданами груш. Встал. И этот автобус. Тбилиси, Тбилиси, Цхинвал А мы еще не пошли Открывается автобус, отец зашел встал Сказал ему, подожди Люди спокойно сидят, хихикают Все ждут, мы идем Насколько я Мама, Вера, сестра Это самое Маня Идет со своими детьми Со Слан, брат Пока мы не зашли, никто не кричит Все спокойно сели И поехали, Цхинвал, понимаешь На рынок Там они жили Все спокойно Что нам остается в этой жизни Помнить Посещать, чувствовать И передавать Все это Кто за нами идет То есть вот так Если не я и не ты С ложью не выйдем на бой Не защитим красоты И свет золотой Мир от распада Спасет Коль мы не вышли на бой Когда мы с Сергеем Кузьминым Отделились от основной группы И начали движение К Белому дому Значит, с правой стороны Справа, где Называлась книжка Где СЭФ раньше был Было сделано Пять выстрелов перед нами Где-то метра полтора Вот так Да Перед нами Бронебойно-зажигательный Стреляли Так сказать Боеприпас был Бронебойно-зажигательный Искры такие Я полагаю Чтобы мы отказались От своего умысла Заходить туда И переговоры Это какая-то надежда Надежда На бескровное Или На более благоприятный Выход из этой ситуации А мира не должно было быть В данной ситуации Для них нужна была кровь Во что бы то ни стало Любым способом Мы видели Есть эти кадры Как вы входите в Белый дом Что было За дверью дома Этого мы не знаем Что было Вы туда вошли Мы вошли в Белый дом На входе Вот там Я так понял Что были следы От Там кровь была Видимо Снаряды попали Неплохо Или люди убитые Ранее были Лежали В общем Так Я голову поднял Наверху стоял Макашов И Виктор Павлович Бранников Вы кто? Я представился Что я Один из командиров Подразделения Группы А Альфа Когда я Произнёс слово Группа А Альфа Я смотрю Казак Ну я так Простив Я подумал Казак Автомат положил По лестнице пошли Стоял Молодой человек В очках В берете С пистолетом Макарова Курок был взведён И на нас внимательно Смотрел Я проходя мимо Поставил пистолет Именно на предохранитель И сказал Молодой человек Не застрелите ещё Он сказал мне Спасибо Это ещё раз Больше меня убедило Что Начало Неплохое И в общем-то Все желают Выйти С минимальными потерями Мне сказали Что Руслан Мранович К вам навстречу Два десантника Из офицера Альфы Пришли Два офицера Один сразу Выступил вперёд Сказал Город Сан Мранович Я офицер Десантник Альфовиц Меня зовут Володя Нам отдан приказ Очистить Белый дом Но мы не хотим Это делать Силой Мы вас просим Обеспечить Вывод Ваших людей Ваших депутатов Он смотрел Прямо в глаза Как-то честно Потом он Как-то подкупил Тем Что Показал Что знает Обстановку Так вот И может быть Как-то Вот эти слова Тоже произвели На меня впечатление Что Вот мы Советовали Со своими Офицерами Мы считаем Что вы Как председатель Верховного совета Свой долг Выполнили полностью Выполните его До конца Помогите мне Спасти ваших людей Вот так это было сказано Так вот Сдержанно Действительно Но в то же время Как-то вот С такой страстью Что Вот я как-то Проникся С доверием И к этим словам Причем Они как-то Исходили Из Из такого Честного взгляда Нет А видео имеется, когда от гостиницы «Украина» танки электронные начали по Белому дому активно стрелять над головами ребят, которые ждали меня на кольце, нас на кольце ждали. На порожках сидели Белого дома. Оружие было на земле, поверх началась мощная стрельба. Это третий заход был провокационный. Пожелание, чтобы мы вас здесь в мирную отправили. Все оранжевые революции и перевороты, совершаемые нашими партнерами, насаждающими по всему миру свою демократию, происходит по единому сценарию. Все как под копирку. В Прибалтике, Грузии, Ливии, Ираке, Сирии, России, Украине, в страну, намеченную для переворота, закачиваются сотни миллионов долларов. Для поддержки пятой колонны и промывания мозгов граждан, засылаются профессиональные провокаторы, а затем, если потребуется, и вооруженный спецназ. Провокаторы с оружием размещаются по точкам вокруг эпицентра событий. Они начинают безжалостно расстреливать правоохранителей и народ, стравливая их кровью, за которой должна последовать гражданская война. Рука наших, как говорит наш президент, партнеров, она чувствовалась уже тогда, пусть она была тогда не такой умелой. Какие снайперы были, которые стреляли и по офицерам Альфы, и по защитникам, по всем сторонам? Из гостиницы «Украина», один из корреспондентов потом непатриотической газеты. Я его встретил, он был ранен в лицо. Я говорю, а что случилось? Он говорит, я же был там, я же все фиксировал, это моя работа. И я увидел, как снайпер целится с территории американского посольства. И когда я стал его фотографировать, он меня увидел. И мы оба щелкнули одновременно, но он через фотоаппарат попал мне в лицо и вышиб мне глаз. Вскоре после штурма Белого дома наши заокеанские партнеры сетовали на то, что русская пуля ссадила американского морского пехотинца Белла, находившегося на крыше американского посольства. Возникает вопрос, а что делал американский морской пехотинец Белл с оружием в руках на крыше посольства? А может быть именно он подлым прицельным выстрелом садил пулю в горло моего друга, Александра Сидельникова, который с камерой в руках снимал панораму событий, разворачивающихся вокруг Белого дома. Он по характеру был миротворцем. Ринулся в Москву в поисках, где можно найти точку договоренности в этом конфликте. И вот эта открытость и отзывчивость, она, собственно, его и вынесла на ту точку в Дружиньковской улице, где его поймал в прицел снайпер и положил среди десятков и сотен тех, кто 4-го числа отдал там свою жизнь. Я не раз приходил на то место, где был сражен пулей мой друг Александр. Ранним утром 4-го октября он шел по этой улице. Вошел в это укрытие, приготовил камеру. Вышел на проезжую часть, начал снимать. Секунда, две, три. Ему кричали, что это опасно. Нужно идти в укрытие. Но он продолжал снимать. Съемку оборвала пуля, впившаяся в шею. Пуля вошла сверху. Я пытался определить, откуда мог быть произведен выстрел. Никаких более удобных для снайпера позиций, кроме крыши американского посольства, вокруг не было. Верхушки и деревья в 26 лет тому назад были гораздо ниже. Лично для меня вы стали неким критерием выбора русского сердца. Я вот шел и я это сделал. Я вам тогда говорил, что вас вел Господь. Он, Он вас вел. Вы не знали, что вы сейчас делаете. Но вы сделали то, что вы сделали. Вы сейчас, вы помните, что вы говорили? Я поздоровался. Я сказал, что вы депутаты, вы избранники народа. Группа А это подразделение, которое предназначено для борьбы с терроризмом, организованной преступностью. Что это подразделение, которое призвано защищать народ. Мы перед вами. Никто нам приказа не давал, не давал. Нам поставлена задача овладеть Белым домом. В этой ситуации, в этой ситуации, полагаясь на нас, есть возможность, есть возможность мирным путем все сделать. Что от депутатов, от их решения очень много зависит. Давайте останемся сначала в живых, а потом вы будете решать свои политические амбиции, задачи и так далее и тому подобное. Мы подгоняем автобусы, мы обеспечим выход всех депутатов, защитников Белого дома и отвезем вас к метро. У меня задан был вопрос, какие гарантии? Я как говорил, так я и думал. Я сказал слово офицера. Потом в газетах написали, что это подполковник Владимир провел последнюю сессию Верховного Совета. Свет веры выше всех преград. И люди жертвуют собой, ведомы волей неземной, не требуя себе наград. По миру светлый клич летит. Добра незримые полки неисчислимо велики. Все ярче свет во тьме горит. Так отчего же мне не петь? Огонь души неистребим. Он мира добрый властелин. Тьме мощь огня не одолеть. Автобусы мы подогнали. Цепочка из сотрудников наших военнослужащих, десантники, бомбои. Кто был, все прибежали. Всех мы позвали. Ребята поняли, в чем там офицеры все. В общем, построились. Когда встали мы, я взял мегафон. Там были, я так полагаю, числе нападавших. Провокаторы были. Саглядаты были. Ну, там не до этого было. Я сказал, что дал команду зарядить оружие всем. Все оружие зарядили. Я сказал, что, значит, мы не допустим провокации. И если кто ближе, приблизится 5 метров к военнослужащим, которые образовали коридор, стреляем без предупреждения на поражение. Если по съемкам смотреть, через 2 минуты было чистое поле. Никого рядом. Все? Все без оружия. Группа Альфа образовала коридор. Стоят специально подготовленные для них автобусы. Когда депутатов почти упрекают, почему вы остались живы, я говорю, потому что Господь так распорядился, и офицеры Альфы. Нет, задача полностью была вами выполнена. Вы ликвидировали возможность гражданской войны. Парадоксально, но вы выполнили приказ главнокомандующего по освобождению Белого дома. Вы его взяли, его освободили. Только не таким путем, который от вас требовался. Мирным путем. Мы смогли по лезвию подразделения группа А, которая всегда считалась и считается думающим подразделением, осознание того, что мы служим народу, и офицеры, в общем-то, люди грамотные, на тот период имеющие уже какой-то определенный опыт, старшие наши товарищи, более опытные командиры, они понимали это все. И, в общем-то, я полагаю так, что мне посчастливилось идею группы А реализовать на практике. И вот и все. Самое главное дату не забывать включить. Когда все это было. Включил? 17, 43, 4, 10, 93. Надо долго запомнили. Меня тоже здесь не видно. Доброе утро. И команду Альфа. Команду Альфа я уже насквозь свистал. Они меня перестали гонять. Вскоре после расстрела российского парламента я прочитал в газете «День» о том, что один из командиров отряда Альфы безоружный вошел в здание Белого дома, предотвратив всероссийскую гражданскую бойню. Тогда это газетное сообщение потрясло меня. наполнило гордостью за то, что в моей поруганной стране не перевелись мужественные, бесстрашные офицеры, способные трезво мыслить и принимать нестандартные решения, продиктованные волей Божией и совестью своей, превозмогающие деяния преступников, отдающих нечеловеческие приказы. С тех пор незримый образ этого русского офицера поселился в моей душе навсегда. Спустя десять лет, зайдя в купе поезда «Москва-Минск», я увидел попутчика, крепко скроенного человека, лет сорока пяти. Он сразу спросил меня, «Вы артист?» Не могу сказать, что я был рад перспективе провести ночь в беседах о кино. За чаем и разговорами о том, о сём мы невзначай вышли на тему октябрьских событий 1993 года. Помню, я тогда сказал попутчику, «У меня нет в жизни кумиров, но перед одним человеком я преклоняюсь. Перед тем полковником Альфы, который вопреки бесчеловечному приказу вывел из парламента депутатов живыми, тем самым предотвратив гражданскую войну». Мой попутчик вдруг ответил, «Ну, тогда я был подполковник». Я смерти не боюсь. Я видел свет, добра сиянье, бесконечность. Открылось мне, что дух и вечность неразделимы. Смерти нет. Умрут лишь только зло и плоть. Добро – единый царь вселенной, непобедимый и нетленный души причистая любовь. Я смерти не боюсь, но жизнь люблю и жить хочу как можно доле. Зло побеждая доброй волей, все претерплю и устаю. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok